Южная Корея устремила взор на Центральную Азию. Правительство Кореи разработало специальную стратегию под названием «Корейский шелковый путь». Этот документ нацелен на расширение инвестиционного и делового сотрудничества со странами региона. После визита в Туркменистан президент Южной Кореи прибыл с государственным визитом в Казахстан, чтобы лично продвигать этот амбициозный проект. Ключевые моменты официального визита в Астану расскажет наш корреспондент. Президент Южной Кореи в Казахстане в рамках своего турне по Центральной Азии визит в нашу страну является ключевой частью региональной поездки южнокорейского лидера, поскольку основными темами для переговоров стали сотрудничество в области добычи редкоземельных металлов, таких как литий в Восточно-Казахстанской области, а также взаимодействие в урановой промышленности. В этом году отмечается 15-летний юбилей стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей. Теперь Астана и Сеул намерены вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Об этом сегодня договорились главы государств. Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана и планирует и далее наращивать инвестиционное сотрудничество. На этот раз особое внимание уделено энергетическому сектору. Согласно подписанным документам, корейские инвесторы намерены локализовать в Казахстане производство оборудования для энергетических объектов. Кроме того, они рассчитывают участвовать в строительстве как объектов возобновляемой, так и традиционной генерации электроэнергии. К слову, напомним, что Южная Корея входит в число стран, претендующих на строительство атомной электростанции в Казахстане. Будет ли этот вопрос затронут в ходе сегодняшних переговоров? Поинтересовались журналисты у министра энергетики. Южная Корея – это один из лидеров мировых по строительству объектов атомной генерации. Есть международный опыт строительства, в частности, от Аль-Барака. В Объединенных Арабских Эмиратах успешно введен в эксплуатацию. Четыре блока по 1400. И корейские вендоры, потенциальные вендоры, они у нас прошли предквалификацию, то есть они находятся в списке предквалифицированных компаний, которые примут участие в дальнейшем при процедуре выбора подрядчика для строительства атомной станции в Республике Казахстан. Ну, понятно, если будет на это решение референдума. Пока глава Минэнерго осторожно комментировал вопрос атомной энергетики, его коллега – министр промышленности в эксклюзивном интервью от Амикен Бизнес рассказал, что корейская компания проявляет серьезный интерес к так называемой новой нефти – литию. Напомню, что еще в начале марта корейские геологи обнаружили в Восточном Казахстане крупное месторождение этого металла. Эксперты оценили ресурсы в 15,7 миллиардов долларов. Речь идет не просто о добыче сырья, а о налаживании полноценного производства лития на территории Казахстана подчеркнул Шарлопаев. Еще пока речь не идет о добыче, в данный момент Корейский геологический институт, называется Малкигам, он ведет геологические изыскания в Восточно-Казахстанской области на предмет наличия там материалов, которые могут быть использованы в производстве электрических батареек, а именно лития. И вот по итогам изыскания и в завершении геологических работ мы будем принимать решение о дальнейшем развитии этого месторождения и как будет развиваться сотрудничество. Но цель, конечно, наша очень проста – это начать производить литий для производства электрических батареек. Шесть ведущих корейских компаний уже закрепились в качестве недропользователей на территории Казахстана. Более того, в стране сегодня успешно функционируют порядка 700 предприятий с участием южнокорейского капитала. Сегодня в аккорде президента Кореи сопровождала внушительная бизнес-делегация из более 60 представителей влиятельных южнокорейских компаний. Корейские компании проявляют интерес к различным секторам экономики. Казахстана, включая банковский и фармацевтический. Компания GL RAFA в скором времени приступит к строительству биофармацевтического завода в Алматы. А Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Всего сегодня в аккорде подписаны три важных документа.